Донецкая цирка «Космос» Это ГУЦЕИ, Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Ему в этом году исполняется 95 лет. Славные традиции в этом учебном заведении. Много звезд вышло из стен этого учебного заведения. Фестиваль-конкурс циркового искусства «Молодость Манежа» проходил в три этапа, где юные артисты из Российской Федерации, в том числе и Донецкой и Луганской народных республик, представили номера в жанрах воздушной гимнастики, эквилибристики, жонглирования, акробатики, клоунады и иллюзии. Первый тур был, насколько мне известно, свыше 300 участников, но он в онлайн-режиме проводился. А в финал были в Москву приглашены 27 номеров. Представлять Донецкую народную республику выпало о честь воспитанникам цирковой студии «ВИВАД» Донецкого цирка «Космос» Сергею Шумила и Арине Клюевой. У нас было предоставлено два номера, потому что Сережа у нас работает и соло ремни, и совместно дуэт. Сережка выступал с номером дыхания. Сергей Шумила неоднократно брал победы на международных детских и молодежных фестивалях циркового искусства. Имеет медали и опыт побед. Самая моя первая награда – это первое место с молодого цирка Донбасса. Потом в Екатеринбурге первое место, в Испании. Плюс там и в Екатеринбурге, и в Испании там спецпризы разные, приз зрительских симпатий, приглашения всякие. В дуэте Сергей Шумила ранее работал с Миланой Верзиловой. Эту пару многие помнят. В подготовке к фестивалю юного гимнаста сменилась партнерша. Вместе с Ариной Клюевой они исполняют сказочный номер «Питер Пен, полетай со мной». Мы работаем год, полгода. Когда ты работаешь в паре, ты уже привыкаешь и есть доверие уже. Я ощущаю всегда уверенность в своей партнерше, потому что это партнер, это не какой-то там друг, который может и повеселиться во время номера. Она прекрасно понимает то, что, опять же, встань не упрощает ошибок. Если ты ей говоришь, возьмись по-другому, чтобы не упасть. Она возьмется, она не будет типа «А, это зачем?». Ну, поэтому уверенность, по большей части, за нее, потому что я ее держу. С Сережей я знакома немножко больше, уже, наверное, больше трех лет. А с Аришей мы, в общем-то, второй год знакомы. Она, считайте, выросла у нас здесь в цирке, потому что папа и мама – цирковые артисты, которые вышли на заслуженный отдых, согласно положению цирковых артистов, потому что у них очень сложные жанры были. И Ариша тоже стала заниматься цирковым искусством, любилась, стала заниматься. Непосредственно Питер Пен, я принимала участие и ставила его. Вдохновила, конечно, эта сказка, которую все, я так думаю, все юности смотрели. И поэтому хотелось передать этот сюжет, воплотить его, знаете, не только в цирке, но так, чтобы ребята это всегда просили, чтобы они прочувствовали этот номер. И как бы рассказали в своих движениях, в своих трюковой части. На арене фестиваля юные гимнасты представили невероятно сложный и одновременно завораживающий номер на ремнях. Работая под куполом цирка без страховки, артисты покорили сердца зрителей и судей. Мы взяли главные призы. Гран-при Сережа получила, шумела. И его партнерша Ариночка. Золотая медаль, первое место. Настроение, я так думаю, у всех было боевое. Все стремились к победе. Я тогда не ехал за каким-то определенным призом или еще что-то. Я туда ехал просто поработать на зрителя, просто показать себя как артиста и все. Ну, а на нахождении я стоял там, видел, вот этот номер мне понравился. Девочка выступала хорошо, хоп, ей первое место дали, я такой, классно. Там еще какой-то мальчик, он такой харизматичный был, второе место тоже, круто. Ну, то есть, у меня такие какие-то эмоции были счастливые, когда сказали, я гран-при, я такой, круто. Честно, не ожидала, потому что были сомнения. Ну, я такой человек, может, я всегда в себе сомневаюсь, всегда ищу критику. Ну, наверное, мы все-таки, как сказали, тронули сердца людей. И в некоторых, мы так и хотели довести до слез, некоторые прослезились. Поэтому, наверное, все-таки мы тронули сердца жюри. Я вам скажу, чем они завоевали симпатии. Не только трюковой частью, не только безупречным исполнением, но, вот как сказал председатель жюри Гия Иранзе, говорит, я дремал, все, все, ну, он руководитель Королевского цирка, сейчас знаменитость, успешный в коммерческом плане, в художественном плане. Вот, но, говорит, я спал и проснулся, когда увидел этот дуэт. Член жюри Дарья Костюк, знаменитая артистка, потомственная артистка, говорит, я плакал. Когда я смотрел этот номер, у меня слезы по щекам катились. Я видел женщину в зале, я не знаю, кто она, но она тоже сидела, плакала. Не просто сама по себе красивая идея, но то, что мы внушали нашим детям, вы не должны выступать, вы должны прожить эти пять минут. Я вижу результат на конкурсе, и я настолько была, в общем-то, впечатлена тем, что ребята выполнили все мои пожелания, и они прожили эти два образа, прожили друг в друге. То есть для них не существовало вокруг ни зрителей, ни жюри, ничего. Они были героями вот этой сказки, и они ее исполнили полностью. И награды заслуживали. Очень сильная конкуренция, и, по крайней мере, на гран-при было как минимум три претендента, причем очень сильных. Я не люблю называть их соперниками. Это коллеги по цирку, фестиваль. Я не вижу там, ну, я не вижу сильного смысла там смотреть на кого-то с такой ненавистью, прям «я тебе сделаю». Нет, ну, блин, мы все выходим, мы все артисты, мы на зрителя выходим, выступаем, кто как выступит, места, а не просто стойточка на полочке стоит. Я обращаю внимание на происходящее. То есть если номер идет, то я сосредоточена на номере. Нам удалось впервые за сколько времени добиться того, что они о трюках не думали. Трюки – это всего лишь составляющая часть номера. В цирке это очень важно, но между трюками оставался артист. И фактически это совершенно новый номер. Новая постановка, новая режиссура, новые, ну, трюки, трюки где-то повторяются, потому что, в общем-то, есть обязательный такой типовой набор для воздушного гимнаста, который нужно показать на приличном уровне. Ну, во время репетиции, конечно, есть какие-то волнения, особенно когда, да, какие-то недоработки, может быть, где-то рука скользкая стала или еще что-то. Ну, как правило, нет такого, чтобы прям все, прям ты понимаешь, что там Арина упадет, все. Нет, конечно, если ты это начинаешь понимать, то надо сказать, чтобы упустили вниз. Трюковые элементы разной сложности мы старались добавлять. Естественно, вы понимаете, какая сейчас ситуация. И мы всегда боролись и переживали, чтобы наши дети были в безопасности. Поэтому в каких-то моментах, конечно, я выходила и страховала. На первых этапах, когда мы подготавливались к этому номеру, а потом уже, когда ребята наработали трюковую базу, стали увереннее, естественно, мы уже их перестали страховать в некоторых моментах. Без страховки мы работаем, потому что, опять же, это не какая-то там уличная посиделка, там, где я захотелось сальто прыгать, все. Нет. Мы здесь каждый день с утра приходим, там, от часа до трех часов. Мы тут можем тренироваться, отрабатывать, отрабатывать. То есть на манеж, даже на репетицию на манеж, нас на выступ поднимают только подготовленных. Если у нас что-то, даже мизерный шанс того, что кто-то упадет, никто нас не поднимет. Воздух не терпит ошибок. Там практически все, можно, как сказать, человек идет и может споткнуться и упасть. То же самое и воздух. То есть они должны быть в доверии друг к другу. Опасно и финал у нас идет, когда Ариша обрывается у Сережи из плечи, уходит в одну ногу. Он ее практически, там нет страховки, он ее практически ловит в одну ногу. Готовиться к фестивалю юным артистам было непросто. Начало специальной военной операции, усилились обстрелы по Донецку. Репетиции и тренировки необходимо было проводить регулярно, иначе гимнаст теряет форму. Было много сложностей, но, несмотря ни на что, они справились. Когда мы получили подтверждение, что приглашены на фестиваль, это были очень мощные, сильные обстрелы. Мы практически не рекомендовано было из дома выходить людям, поэтому репетировать цирки было нельзя. Но, честно говоря, теперь уже по прошествии времени все обошлось. Мы все равно репетировали. Особенно перед фестивалем, вы знаете, какая была тяжелая неделя, нам не удавалось репетировать. И было таких недель очень много. Мы переживали по этому поводу, что наши дети поедут неподготовленные. Но, тем не менее, всегда мы собирались, всегда мы восстанавливались. Постоянные нагрузки должны быть. А у нас в обстрелы, вы же сами знаете, приходили. И сколько было таких репетиций, когда приходилось спускаться в подвал, ждать, когда закончится обстрел, снова подниматься. Но передо мной выбор. Я, с одной стороны, не имею права это делать. А взрослые родители письменно написали, что мы просим разрешить репетировать, потому что это шансы для ребенка. Фестиваль, в котором приняли участие наши артисты, вошел в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных творческих способностей. Победители и призеры, показавшие выдающиеся результаты, войдут в государственный информационный ресурс образовательного фонда «Талант и успех». Сейчас достаточно высокий уровень подготовки у детей, поэтому они посмотрели, они сказали, мы не будем останавливаться, нам есть к чему стремиться. То есть мы не будем останавливаться на достигнутом, а только идти вперед. Только вперед работать, тренироваться, что-то новое учить, что-то новое делать. Мы готовим артистов и продолжаем эту традицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова